Смотрите, куда меня привезли. Не ожидал, что такое даже есть. И оформлено красиво, и вообще, что это есть, удивлено. Здесь советская игрушка и антиквариат. Сейчас зайду вовнутрь, просто знаю хозяина, и как раз он немного расскажет. Ну и вот как оформлена витрина. Корзиночки, помните эти? Какой забавный бегемотик, малыш, рояль в кустах, лошадка, просто восторг, просто восторг. Какой лисенок, какая прелесть эти хорошие на ушах, кисточки. Ладушка, швейная машина. Пойду вовнутрь. Уже не терпится увидеть пингвинтик. Посмотреть, что же внутри. Красивая, красивая улочка. Вся Тула, она в принципе состоит из двухэтажных, трехэтажных и четырехэтажных домов. А нет здесь больших построек, практически современных. Купеческий город. Если успею, то сниму. Ну вот, зашел я вовнутрь, а здесь так уютно и хорошо. Маски уже сброшены, мы ничего не боимся. У нас все хорошо. Здесь вот продавец Инесса, она нам сейчас подскажет цены. Ну и может пока что-то расскажет. Такой загадочный олень. Наверное, из котячей шерсти. Такой гладенький. Какой хорошенький. Сляпки висят. Инесса, скажите, сколько это зеркало стоит, например? Какое зеркало? Вот, шикарное. Зеркало мы не продаем. Мадейка его хранит для себя. Какое-то шикарное зеркало. Да, красиво оформлено, что цветы. И есть некоторые вещи, которые она вот чисто для себя хранит. Для интерьера. Можно поставить. Ну да. Заманушки я это называю. Да, да. Заманушки. Что-то в этом роде. Но они дорогие, они под 200, да, такие? Да, они, да. Поэтому вот здесь игрушки лежат, она тоже не продает. А часы такие? Часы? Восемь стоят. У нас есть даже вот потихон потай. А это из котика, вот эта вот шерстяночка такая. Ну да. Гладенькая. Как будто из котика сделали. Лосик. Лосик. Наш друг лосик. Ну, интересно, что вы как бы заняли всю, как это, всю площадь. Да. Что у вас везде не пропадает. Ничего свободного нет. Вот, смотрите. Патефон есть. Патэ. Как еще раз? Патефон братьев Патэ. Братьев Патэ. Это дореволюционный Патефон. Он еще рабочий, кстати. И под него, правда, надо вот чистые их, ну, пластинки. А здесь что? Там, там, звук какой-то там. Угу. Сейчас. Шляпу, ну, повисим. Вот. А, чтобы выходил звук, желательно открыть, да? Да, да. Хорошо. Ну и, кстати, хорошо что-то спрятать. И спрятать можно. Как раньше в старых фильмах, мужья Джон прятали... Заначки, да. Заначки такие, где можно выпить. Вот такая вещь красивая, видите? Ага. Ну, вообще, сам Гоншу рабочий. Не, он такой объемный. Ну, как, да, ларчик такой. Нескромный прям вот такой. Ну, да, потом уже были вот такие простые Патефон, а, это уже... Сейчас мы до него дойдем. Хорошо. Вот. Так, а давайте вот чуть-чуть вот по этому, по очереди. А сколько, допустим, стоит вот у вас вот эта девочка? Это же пришивать к ней юбочку надо. Эта девочка часть от игольницы. Как она? Да, сколько стоит? Ну, тысяча рублей. Господи. Забудыхание сперва. Да. Давайте откроем. Какой вопрос хотел задать? Давайте. А, чьяна. Это Германия. Германия. Угу. Видите, как она, правда, нет ручки? Ничего. А, ручки нет. Вот. Да, очень жалко. А так она вот такого типа. Вон там, где убирайте ее. На Патефоне стоит. Вот. А, да, сейчас там у нас вся полностью. Там она с юбочкой. Так, пока не убирайте, сейчас посмотрю, хорошо ее. Конечно. Взять, не взять. Такой мишка у меня есть, только поменьше ростом. А так вот шерстяночка такая же, покрытие. Да, соломенный. А, он с соломой? Конечно, там внутри соломы. Угу. Петр, да? Петр это? Петр, да. Это бронзовая фигурка. Угу. Ой. А вот эти... Лампадки это кузнецов. Ого. И какая цена? Десять птица тоже лампадка. Птица тоже лампадка, да. Голубь. Угу. Продается только вот гермес, бог торговлей. Так вот его как раз-таки и нельзя продавать. Вот у нас, смотрите, смотрите, дореволюционный градусник, еще рабочий, кстати, показывает сколько градусов. У него я гермесов? Водяной. Водяной? Да. Не ртушный. Угу. А где же вот у него, где он показывает, сколько сейчас? Тут надо прицелиться вот. А как вы посмотрели? А, там видите, красненькое, да. Ага, немного красненькое. Вот, здесь по телефону видно хорошо. Так. А лампа зеленая? Лампа это дореволюционная лампа за 25 тысяч. С родным плафоном, кстати. Потому что редко бывает, чтобы плафоны дожили до такого времени. Угу. Ну, игрушек у вас изобилие. Игрушек у нас целый море. Это еще не все она еще не выложила. А скажите, сумочка сколько стоит? Сумочка бисерная, продается вместе с перчатками. Угу. Вот, стоит 8 тысяч. А сумочка, которая плетеная, это дореволюционная сумочка вот серебряная, 84-й пробы, стоит 35 тысяч. Понял. Кувшин? Да. Кувшин сколько стоит? 85. Не вероятно. Серебро. А можно достать посмотреть? И вот этот кувшин еще серебро. Пока достаете, я брошу покажу. Вот это очень красиво с бордовым камнем. Ну, они все по-своему красивые. Ну, я выделяю для себя особенные. Вот это хорошо. Тоже с бордовым камнем. Это, кстати, я вам ее просто вытащу. Вот. А, она с подвесом, да? Ну, вот какая брошь. Угу. Это какая цена? 3500. Угу. Очень красивая. Медаль. Еще очень красивая вот эта брошь. Вот это очень красивая. Смеется подвижная. Ну, это что, современная, нет? Нет, это Чехословакия старая. Да? А сколько стоит? 4. 4. Все камни целые. Все камни целые, да. Угу. Понятно. Ну, вот чем и хорошо, да, что все... Да. Как бы с хорошей сохранностью, из-за хорошего качества. Как же жалко, нет руки. Ну, если есть какой-то... В принципе, можно сюда что-нибудь одеть. Иголку. Перчатку. Перчатку, да. Перчатку. Спасибо. Вот наш кувшенчик. Дивный. Работа вообще изумительная. Вообще изумительная работа. А чей же это он? Не знаю. Как от Европы. По-моему. Эксклюзива. Правда? Угу. Открывается здесь. Рыба. Угу. Закройте, пожалуйста. Рыбку покажу. Две их здесь сплелись. Угу. Очень тонкая работа. Это же вот костяные, по-моему, да, как раз? Да. Вот они здесь. Уголенные. Я знаю, что их делали больше, но для того, чтобы не нагревалась ручка, чтобы брать можно было. А вот здесь они какую роль играет, интересно. Не знаете, да? Ну, я думаю, это, наверное, не для чая кувшин, а просто для воды. Ну, кофейник вообще. Угу. Может, холодный кофе. Так, вот там еще вижу кувшины. Ну, это посеребрение. Ну, тоже Европа. Негритянка. Фарфор, да? Да. Спешите уже, нет? И вот это, кстати, есть кувшин с птичками. Ого. Сейчас. Ага, сейчас. Собака бабахнулась, да? Да. Ну, все равно она хороша. Угу. Она все равно хороша. Потому что порода. Вот селезин хорош, утка. Ага. Немецкий. Сколько стоит? Он стоит 10, но у него отломано крыло. Часть крыла не хватает. Ага, вижу, да. Просто сейчас современные есть такие, они стоят по 18, по 16. В Москве видел, в твоем доме есть такой магазин дорогой. Ну, я лучше вот такой бы взял, честно говоря. Конечно. Вот она, девочка. А, вот она с ногами тут идет, да? Да, с ногами, с лидочкой. Вот это все родное так было, да? Они, кстати, бывают разные платья. Ага. Ну, вот здесь также вставлено, в принципе. Забинтованная рука. Шляпные иголки, булавки. Вот это золотая под золотой. Сколько стоит? Псиши роскошная, мечтаю о таком. А сколько стоит булавка золотая? Булавки, они все подыдущие. Ага, понял. Так, вот нам принесли другой чайник, кофейник. Смотрите. Это посеребрение уже, да? Нет, это серебро. А, тоже серебро. Посеребрение, которое стоит на пианино. Здесь птица. Даже когда берешь, в руки чувствуешь. А тут грушин очень красивый. Покажи. Он уже показан. Мы с него начали. Да, тут уже засняли. Ну, мы начали. Красивое колье с натуральным амметистом. Давайте посмотрим. Можете его снять? Колье? Да. Так, давайте тут сейчас-то сниму. Мальчик курит трубку. Смотрите, на этом. На галосточке. Какие маленькие. Это что, булавочки? Да. Малипуски, вот, да? С ноготь мой. Утка и конь. И обезьянка с пришитым ухом. Обезьянка тоже старенькая. Да, видно, видно. Сейчас такого уже не производят. Обезьянка, да. Ага. А вот, допустим, у вас поставки с какой периодичностью? Практически, но каждый день. Какой самовар. Это самовар Геврог. Он называется гирьевой самовар. Гирьевой. Скорее всего, для пуша, для Грога, для горячих и напитков. Там внутри металлическая гирь, она есть, на самом деле. Ее надо этот раскалить. Опускаете в трубу, как обычный самовар. И через пять минут это же всякий пыль. Ага. Так. Так, и пойдем, наверное, вот тут украшение, да, и тот зал еще подсниму чуть-чуть. Вот эти те. А какое украшение вы хотели снять? Вот это вот. А, вот это, так я зачем снимать? Я его тут тогда подсниму. А, ну вот. Или вот так вот возьму. Это что вы про него можете... Аметист. Красивая работа. Ну да. Изящная такая. Сам бы носил, как говорится. Угу. Вот был же вкус у людей. И делали, и носили, и похвастаться было чем. И до сих пор, да, смотришь и чувствуешь, что это... А теперь что? Вот. Пародия. Пародия на красоту. Зато у нас есть, сейчас покажу, еще очень красивые бусы из натуральной шпинели. Если кто любит... Вот этот какой-то чемоданчик я кто увидел. Иван, наверное, надо все это на адрес указать металистов 16 везде там. Конечно. Потому что там у нас закрыт магазин. Лучше металистов 16. Слышь, какая красота. А еще не видно. Да? Угу. Агранка вообще идеальная. Шпинель. Шпинель, это, грубо говоря... Разновидность рубина. Угу. А вот это что за чемоданчик? Какой? Вот это? Вот это, да. Это шкатулка. Угу. Это не чемоданчик. Это шкатулочка. Работаем, работаем. Похоже, что шкатулка была самодельная. Ага. 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 Здесь, пожалуйста. Здесь, видите, как сделано? как мозаика ну я так думаю что вот что-то типа и тогда в этом направлении что-то типа вот какой так ну и вот вот это мне очень сколько вы сказали у нас стоит витрина сама ну да да там больше половины грибы сверху вот это как называется вот это вот забыл я все пути нет пути а сами вот это вот не глазурь а как называется вот это вот если бисквит я все зефир хочу сказать ух ты такой король это конь это не в мой он в мантии получать и петух тоже роскошно так вот он кузнецов здесь блюда кузнецовские в хорошем состоянии это посуда не кузнецовская это дмитровский завод там есть вот германия кузнецов у нас вот здесь вот это кузнецов и вот это кузнецов ну поросёров только дмитровский это сколько стоит артишок есть еще курица есть он какая шикарная курица там еще есть виноград в глубине вот тоже кузнецов здесь уже мальцев кроме барашка вот барашка у нас это кузнецов а у вас есть вот стаканы кстати вот тонкий стакан вот сколько допустим стоит обычный да они же разные чуть шире чуть уже от разные подстакане есть обычные хорошо да все отлично здесь у нас представлены все столетки в идеальном состоянии есть подстаканники есть подстаканники вообще редкие это те рыбы в редкие тоже они очень красные то есть получается они принципе копировали друг друга все по-разному делали как бы стаканники среди подстаканники мельхиор это мельхиор вот этот с полосками 500 рублей да допустим стакан какие-то еще есть и были еще стаканы вот граненые граненые надо именно тонкие можно конечно из этого магазина не уходить потому что потому что я что-нибудь нахожу и нахожу брови в кучу как говорится одел и пошел но это если не хочешь чтобы тебе никто не подходил и не заразил тебя вот этой гадостью да ну такая масочка сколько она стоит кстати ну вот еще и не купишь так что к виду будет гулять спокойно никто его даже эта маска не отпугнет приятно посмотреть магазин в котором стоят живые цвета зеркало не продается но жутко красивая а завтра похоже открывается надеюсь как обещали вот еще нашел красиво поддержать руках его было к это пословица раньше не не говори как это знаете за такую не говори ухом не слушай ртом вот пройти телефон и так говорили потому что там как-то наоборот все звучит одновременно нужно было что-то либо говорит либо слушать в эту трубку и вот петушок такой прикольно отлично ну все я уже все но вот смотрите что я нашел на что мы наткнулись в итоге короче люди уходят превращаясь вот в такое антиквариат живет вечно на этом я и завершу поход в магазин антикварных предметов